Доброе утро, доброе утро, наши телезрители и продолжение программы. Доброе утро, наши телезрители. Ответ от нашего гостя, непосредственно мануального терапевта Юрия Акбаш. Ну а прежде доброе утро. Доброе утро. И хотелось бы, конечно, задать вопрос, с чего же вы начинаете свой новый день? Я начинаю всегда свой новый день со стакана теплой воды с лимоном. То есть всегда это очень хорошо помогает для очистки желудка за все те дни, которые мы наели. То есть в этом плане. Ну и, конечно же, спорт, тренировки и потом работа. Вот так. А советы нашим телезрителям, как правильно начинать свой новый день, на ваш взгляд? На мой взгляд, то же самое. То же самое всегда, потому что, не знаю, ну как по мне, это всегда придает бодрости, силы и на целый день. То есть я всегда бодрый после, особенно после тренировки. Я могу, например, ну долго работать, в принципе. Юрий Акбаш будет один день своего времени уделять жителям Камрата, Камратского района. Все, кто имеет возможность и необходимость даже посещать мануального терапевта, его услуги, будет работать в Камрате. Поэтому, Юрий, наверное, хотелось бы, чтобы вы немножечко рассказали о себе. Обо мне, с чего я начинал. Начинал много с туризма, да. Я вначале поехал отдыхать. Мне понравился, а, пошел на массаж. Мне понравился массаж, как мне провели массаж. Потом я задумался, то есть устроился на работу без образования, без ничего. В туризме это так работает, по факту. И мне понравилась техника. Я начал работать, то есть и потом уже поехал учиться, к сожалению. Ну и все, с этого я поехал, поехал, поехал. Я уже практиковал около 7 лет массажа, 8 даже. Потом плавно начал переходить уже более-менее на остеопатию, мануальную терапию, иглоукалывание, терапию ОСТМ и так далее. То есть более реабилитационная такая методика. Где учились? Россия. Только Россия. А работа или опыт какой имеете? Опыт. Работа с людьми у меня 13 лет. Работа с людьми. Как будете в Камраде работать? Как или когда? Когда? В субботу, я думаю, мы выбрали этот день. В субботу, да, с 9 часов мы будем на месте. Что касается мануальной терапии, как проводите диагностику проблемы? И вообще, когда пациент приходит с болями, да, что в первую очередь вы, как доктор, требуете от пациента? В первую очередь, ну, это, давайте скажем так, зависимости. Сколько лет пациенту, да, это уже индивидуально разбирается. Но, конечно, изначально МРТ, магнитно-резонансная терапия, да. Если у человека есть, в принципе, да, снимок свежий, там, хотя бы год давности, то мне уже легче понять, какие противопоказания, какие показания. Что я могу делать? Диагностику, конечно, я могу и без МРТ провести, в принципе. То есть, пощупать, пропальпировать, выявить какой-то определенный фактор боли. Ну, конечно, с МРТ мне будет намного понятнее, в принципе. Какие области осматриваете и можете определить, что у человека какая проблема? В первую очередь, конечно, чаще всего после 40 лет мужчины страдают плечо-лопаточным периодом, называется, то есть, когда руку человек не может затянуть за спину, напрягается по дозу на мышцах и тянет уже, да, получается. И не так, и не так. То есть, а ему всего лишь 40 лет. Это очень большая проблема. Ну, у женщин, конечно, ну, у женщин поменьше, более поменьше процентов, чем у мужчин. Второе, седалищный нерв. Абсолютно у всех, в основном, страдает. Абсолютно. Так, выявляю, то есть, многие пациенты приходят, жалуются, там, головные боли, бессонница, да, то есть, головокружение, повышенное давление, мурашки, не имеют пальцы на руках, на ногах. Ну, мы можем много рассказывать, но вот самые главные, да, я вам назвал сейчас. Какие методы мануальной терапии используете в своей практике? Методы или приемы? Пусть будут приемы. Ну, я работаю более по европейской, итальянской школе, да. Да. Техники итальянской, европейской в основном. Опыт каких случаев имеете? Опыт в каких случаях? Каких случаев? Пациенты с какими жалобами обычно обращаются? Ну, давайте скажем, 80%, да, 85% головные боли, поясница. И дальше нерв. Давайте скажем так, что это самые глобальные проблемы, которые приходят. Вот у меня болит поясница, вот у меня головные боли, вот я не могу повернуть шею, все. Это вот эти самые глобальные, самые первые, да, факторы, которые человек приходит. 85% даже можно, скажем так. А остальные уже, там, нога и так далее, и рука, и позоночник в целом. Самое большое количество сеансов, которые могут понадобиться пациенту, ну, в случае той или иной области лечения? Хорошо, давайте начнем с того, что я всегда рекомендую пациентам, если человек хочет какой-то определенный курс пройти мануальной терапией. Мануальная терапия – это не масса, чтобы делать, да, три раза в неделю, да, там, достаточно раз в неделю, либо раз в 10 дней. Это вот, хотя бы два раза в месяц уже нормально, да, но если мы говорим про какое-то, какое-то закрепление результата, да, от 10 до 25 сеансов раз в неделю регулярно, если он будет ходить, то на полгода может он забыть про свои боли, на год даже, грубо говоря, и жить спокойно. Это, например, на какую часть опорно-двигательного аппарата? На весь опорно-двигательный аппарат. Я не работаю только с головой, либо только с пальцем, либо только с рукой. Работаю со всем телом. Какие результаты ожидать после курса лечения? Какие результаты? Да. В зависимости, с чем человек пришел. Если он пришел, там, если у него вообще весь опорно-двигательный аппарат страдает, то, конечно, три сеанса, и ему уже легче станет. Да, у меня бывали случаи, даже после первого сеанса, человек себя сразу, о, легкость, все, все. Ну, у некоторых после второго, после третьего сеанса. В зависимости, как человек ощущает. А какие-либо риски или, так скажем, побочные эффекты от мануальной терапии? Побочные? Угу. Это уже противопоказания. Да? Да. Ну, давайте я скажу, ну, самые главные, да, то есть это, получается, первое, это остеопороз. Остеопороз. Второе, период лактации. Третье, это свежие переломы, травмы. Ну, это самые основные, которые могут случаться, там, у спортсменов, да, или вообще беременность. Ну, с беременностью я бы еще поспорил чуть-чуть. Здесь есть моменты, где еще можно что-то сделать. То есть, да. Юрий, а можно ли сочетать мануальную терапию с другими видами лечения? Да, конечно. Например? Иглоукалывание. Так. Ну, я скажу во всяком случае, что я делаю. Иглоукалывание, терапия, СТМ, баночки, тейпирование. Ну, это, опять же, в зависимости, что у человека, с чем он пришел, опять же, это тоже надо индивидуально смотреть. Если мы говорим про более широкую аудиторию, да, то есть неограниченный диапазон возраста, да, то тогда, да, иглоукалывание, терапия СТМ, мануальная терапия, можно где-то даже еще массаж подделать, мобилизирование суставов, то есть мобилизацию, артикуляцию суставов. Вот так я вижу. За время посещения мануальных сеансов пациент может ли активно физически заниматься, скажем так, спортом? После сеанса? Да, вообще, вообще, во время сеансов, между сеансами. Ну, я всегда после проведения мануальной терапии, я всегда рекомендую отдыхать. Ну, конечно, люди, они все слушают меня, но я всегда лучше... Лежать, то есть лежать... Да, на релаксе, на релаксе, идти домой, там, и все. Физические нагрузки противопоказаны? Нет, да, на третий день. Всегда рекомендую так, но, к сожалению, у нас люди, меня иногда никто не слушает. Ну, сами понимаете, суета, работа и так далее, поэтому... Домашние дела? Да. Рекомендации пациентам по поддержанию результатов какие-то даете? Да. Например? Первое, это, конечно, укреплять мышцы. В зависимости, ну, опять же, с чем он пришел, ну, вообще, спорт. Спорт, а не фитнес, балдибирник какой-то, да, а просто укреплять спину. Укреплять спину, выравнивать осанку, чтобы с колес... Ну, выровнять позвоночник хотя бы, да, чтобы хотя бы держать осанку ровно. Как правило, это какие физические упражнения? Вы сами рекомендуете какие-то, либо какую-то программу советуете для укрепления мышц? Я могу рекомендовать мое видение людям, ну, для этого существуют инструкторы, инструкторы ЛФК, лечебно-физическую культуру, АФК, адаптивно-физическую культуру, да, то есть специальные люди, которые убирают с помощью упражнений боли, либо какие-то болевые синдромы, либо укрепляют мышцы спины, чтобы позвоночник уже не был. Просто многие люди приходят ко мне, они увидели видео о мануальной терапии, они думают, у меня сколиоз, выпрямите мне. Но это так не работает, я же не могу прохрустеть, чтобы позвоночник был ровный. Это всё мышцы, поэтому... Это комплекс работы, да, физически? Конечно, массаж, мануальная терапия, укреплять спину, много чего есть, с чем надо заниматься. Да, да, пожалуйста. Я могу убрать какой-то сильный болевой синдром, да, то есть он придёт, вот у меня болит, я не могу сделать что-то там, хотя бы, чтобы я пошёл завтра на работу, да, я могу там выявить, например, триггер отдаёт, либо там всегда лишнее в триггер иголку поставить, да, то есть... Но я не могу человека, например, сделать, вот он пришёл, то же самое, как после операции, всё, он... Это надо тоже время, люди не понимают, это время пройти сеансы, там, улучшить какие-то моменты в жизни, да, то есть тренировочки и так далее. Я когда про это говорю, про укрепление спины, они так сильно меня смотрят, я понимаю, что это лень, надо заниматься, ну, а по-другому никак, тогда на операцию. А для предотвращения вот таких вот заболеваний, как, ну, связанных с опорно-двигательным аппаратом, этим утром, что бы Вы рекомендовали нашим жителям? Что нужно делать, чтобы предотвратить заболевания? Просто вести активный образ жизни, да. Понимаю, что есть водители, много сидят, люди в офисах работы, которые много сидят, да, хотя бы два раза в день просто растянуться на ровную поверхность, это уже, как минимум, какая-то часть нагрузки с позвоночника уходит. А если нет возможности, скажем, на работе, прихватила спина от того, что работаешь за компьютером, либо сидячая работа, что нужно сделать, чтобы вот, находясь на работе, вытянуть чуть-чуть позвоночник? Вот, например, кресло. Так. Вообще просто расслабиться и просто вытянуться. Хотя бы, да, либо хотя бы, просто встать и наклониться раз вниз, потом в сторону. Это уже через каждые два часа, да, ну, это как минимум, это уже снимает нагрузку в спон позвоночник. Просто есть люди, которые сидят по 12-14 часов не вставая, но это плохо, очень плохо. Начинает страдать седалищный нерв, и все, и потом отдает в ноги, куда хочешь. А вместе с нами свое доброе утро начинал мануальный терапевт Юрий Акбаш. Программа продолжается, гостя провожаем. Всем желаю доброго утра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова